МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Снятие санкций с России в ближайшем будущем с учетом ситуации на востоке Украины, как и ранее, не предвидится. Об этом заявил немецкий политик Гернат Эрлер, уполномоченный правительства Германии по сотрудничеству с Российской Федерацией. В последние недели мы практически ежедневно констатировали нарушение перемирия и режима прекращения огня, что повлекло за собой многочисленные жертвы с обеих сторон, сказал Эрлер. Дополнительно к этому все 28 стран-членов ЕС сходятся на том, что вопрос о снятии санкций может стать только после полного выполнения Минских соглашений. Экономические санкции были наложены на Российскую Федерацию летом 2014 года, после аннексии Крыма и развязывания военного конфликта на востоке Украины. В начале июля этого года санкции были продлены до конца января 2017 года. Россия ввела экономические санкции в ответ, запретив ввоз в Российскую Федерацию ряда товаров. Не исполняешь права родительские, отберут права водительские. Родителям, которые уклоняются от уплаты алиментов, грозит наказание в виде лишения водительских прав сроком до полугода. Об этом сообщают в Федеральном министерстве по делам семьи. По мнению чиновников, такое наказание должно повлиять на родителей, которые не хотят содержать детей после развода. Каждый год в Германии регистрируют около 500 тысяч случаев уклонения от уплаты алиментов. Это значит, что половина всех родителей, которые самостоятельно воспитывают своих детей, не получают средств на содержание ребенка. По мнению федерального министра по делам семьи Манойла Швезик, тот, у кого есть деньги на содержание автомобиля, должен иметь деньги на содержание собственного ребенка. Немецкий бизнес боится Дональда Трампа. Если он станет президентом США, это может плохо повлиять на экспорт и привести к торговой войне с Китаем, считают в деловых кругах ФРГ. Бизнесмены опасаются, что в случае избрания Трампа их ждет шок – утрата главного экспортного рынка Германии – США. Немецкая экономика опирается на открытые рынки и открытые границы с Соединенными Штатами. И до сих пор обе наши страны были сторонниками именно такой политики. Но в риторике господина Трампа мы слышим обратное. Он больше не желает, чтобы наши страны шли по этому пути. Он говорит о протекционизме. Планы Трампа в области экономической политики могут нанести серьезный удар по немецкому бизнесу. Во-первых, потому что американская экономика крупнейшая на планете и в значительной мере задает темпы роста всей мировой экономики. Больше всего экспортно-импортных операций Германия осуществляет сейчас именно с США. Во-вторых, потому что с 2015 года Соединенные Штаты являются важнейшим зарубежным рынком сбыта для ориентированной на экспорт экономики Германии. В прошлом году немецкие предприятия продали туда продукции на 114 миллиардов евро. Усиление протекционизма в Америке – это последнее, что нам нужно в германо-американских экономических отношениях. Усиление протекционизма, ограничение доступа к рынку стало бы плохой новостью и для немецких, и для американских предприятий. Кроме того, деловые круги Германии опасаются, что Дональд Трамп может поставить крест на проекте создания крупнейшей на планете зоны свободной торговли между Евросоюзом и США. В своих выступлениях Дональд Трамп неоднократно заявлял и о намерении в той или иной форме закрыть американский рынок для китайской продукции. А это чревато крупномасштабной торговой войной между США и Китаем. От нее может пострадать и Германия, и Китай, ведь он является важным торговым партнером. Немецкие историки отправились за золотом Третьего Рейха. Два историка-любителя Петер Копер и Андреас Рихтер собираются найти легендарный золотой поезд. Они утверждают, что уже знают примерное место его захоронения. Существует много историй о богатстве нацистов. Одна из них рассказывает о золотом поезде, который похоронен под землей в Нижней Силезии на юго-западе Польши. Раскопки ведутся на хорошо известном 65-м километре между Вроцлавом и Валбжихом. Еще прошлым летом немецкие историки Копер и Рихтер утверждали, что именно здесь, в тоннеле, погребен нацистский поезд, в котором находятся несметные богатства. Там его спрятали нацисты после окончания Второй мировой войны до наступления Советской армии. Несмотря на достоверные факты, многие польские ученые сомневаются в существовании поезда. Ранее эту территорию уже исследовали с помощью магнитных детекторов, но ничего не нашли. Благодаря двум искателям кладов в скором времени станет известно, существует ли поезд на самом деле. Или это просто миф. Тысячи людей были эвакуированы из домов и отелей из-за масштабных пожаров на португальском острове Мадейра, которые бушуют в том числе вокруг столицы острова – города Фуншал. По данным местных журналистов, в результате пожара уже погибла пожилая женщина. Еще два человека получили ранения. Десятки обратились к врачам из-за отравления дымом. Несколько домов разрушены. Сгорел один пятизвездочный отель. Жаркая солнечная погода и сильный ветер приводят к быстрому распространению огня. Огонь пытаются погасить 4000 пожарных и 26 самолетов. Помогают им и местные жители. Но, несмотря на тотальную мобилизацию населения на борьбу с пожарами, неподконтрольными остаются еще семь очагов возгорания. Нынешний пожар – самый сильный за историю острова, который считается одной из наиболее ценных и красивых природных достопримечательностей Португалии. Запах гари и дым от пожаров ощущаются и в столице страны Лиссабоне. На острове живет около 280 тысяч человек. Из них чуть ли не половина в Фуншале. Автобус с журналистами, курсирующий между спортивными объектами Олимпиады в Рио-де-Жанейро, забросали камнями. В результате инцидента никто серьезно не пострадал. Два окна автобуса разбиты, некоторые находившиеся в салоне журналисты получили легкие порезы. Сначала поступали сообщения, что автобус был обстрелян из огнестрельного оружия. Однако позднее выяснилось, что неизвестные бросали камни. Пассажиры автобуса в момент происшествия были уверены, что в автобус стреляли. Мы быстро ехали по шоссе, услышали громкий звук, нас обстреливали. Два окна разбились, я видел пулю. У меня нет больше желания тут оставаться, я просто хочу уехать домой. Я не эксперт по огнестрельному оружию, я только знаю, как звучит выстрел, и по опыту могу сказать, что это было мелкокалиберное оружие. К месту инцидента прибыли полицейские. Они сопроводили автобус до пресс-центра. Местные власти начали расследование инцидента. Перед началом игр в Рио городская полиция предупредила, что может не суметь обеспечить общественную безопасность туристов и других иностранцев во время Олимпиады. В разгар Олимпиады в Рио в Бразилии не менее горячие события происходят и в политической жизни. Бразильский Сенат проголосовал за начало процедуры импичмента, временно отстраненной от должности президента Дилмы Руссов. Решение было принято простым большинством. 59 депутатов проголосовали за. 21 высказался против. Мы не отстраняем президента за отдельные факты. Мы хотим, чтобы она ушла из-за всех тех безответственных действий, которые ведут страну в пропасть. Она больше не заслуживает того, чтобы управлять Бразилией. Решение Сената поддержать импичмент было ожидаемо. Такую рекомендацию дал комитет по вопросу импичмента палаты во вторник вечером. Дилму Руссов обвиняют в сокрытии истинного размера дефицита бюджета страны во время избирательной кампании 2014 года. Одновременно с этим в Бразилии идет расследование коррупционных схем в контролируемой государством кампании Петробрас. Сама Руссов заявляет, что невиновна, а своих противников обвиняет в политическом мошенничестве. Процедура импичмента может продлиться 180 дней, после чего состоится голосование. Если в этом голосовании две трети сенаторов проголосуют за отставку президента, она будет отстранена от должности. Дама сердца президента Франции заявила, что не торопится с замужеством. Как сообщают французские информагентства, возлюбленная главы Пятой республики Франсуа Ланда французская актриса Жюли Гайе заявила об этом прессе. По ее словам, женщине не надо торопиться с замужеством. 44-летняя актриса подчеркнула, что, по ее словам, поздний брак – счастливый брак. Любовная связь с Гайе стала причиной расставания Аланда со своей гражданской женой Валерии Триер-Вейлер в этом году. Об отношениях президента с актрисой общественность узнала еще в январе 2014 года. Тогда папарацци запечатлели момент, когда президент на скутере подъезжал к дому, где проходили его свидания с Гайе. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте Нового Времени. m-z.tv И на наших страницах в социальных сетях.